Всем привет, доброе, можно даже сказать, бодрое утро, так как я проснулась пораньше, сейчас позавтракаю и поеду в спортзал. У меня будет довольно интенсивная тренировка, где-то полтора, может даже чуть больше часа, но я думаю, что полтора я точно выдержу. Расскажу, почему, зачем и как я вообще пошла в спортзал. И сегодня у меня на завтрак пудинг чья, который я сделала еще вчера, оставила в холодильнике, если вам интересны пропорции и что у меня там, оставлю вам рецептик в инфобоксе. Здесь у меня также кофе с молоком, я знаю, что кто-то занимается на голодный желудок, но я не выдержу занятия через час, потом еще полтора часа, в общем, я себя чувствую очень плохо, и вообще-то я предпочитаю заниматься вечером. Но сейчас у меня нет выхода, поэтому занимаюсь рано утром. Какой же это кайф, когда зимой машина ночует в гараже. Оно того стоит, и у нас там такой беспредел. К весне нужно будет все организовать, это единственное место, в котором пока что нет порядка. Я хожу в такой довольно простой спортзал, ну то есть здесь есть все нужные тренажеры, но нет никакого бассейна, сауны и так далее. И здесь вот такие шкафчики, которые нужно самому закрывать при помощи замка. И замок можно было купить на ресепшене, он стоит какие-то копейки, там 3 доллара, что-то такое, и без него, к сожалению, никак. А если брать на ресепшене, каждый раз одалживать, то, возможно, кто-то подделал ключ. Я боюсь таких моментов, хотя, если кто-то надумается открыть, то такой замок не помеха. Спортзал находится на втором этаже, и после тренировки обычно я иду за продуктами, покупаю что-то домой. Если, конечно же, нужно, трачу свое рабочее время, поэтому потом мне приходится работать после 9 часов вечера, когда малыши спят. Странное расписание, но сейчас вот так. Так, почему так светло? Ничего не могу с этим сделать. Я сейчас нахожусь в Кракове, и я приехала на чистку к косметологу. Последний раз я была на чистке еще перед отдыхом, то есть несколько месяцев тому назад. И я хотела бы повторить аппаратную чистку, и, возможно, мануальную. Честно говоря, в последнее время, тьфу-тьфу-тьфу, где бы тут найти дерево, чтобы постучать, все более-менее нормально. И я заметила, что огромное значение имеет то, ем я сладкое или нет, и употребляю ли я алкоголь. Я не могу сказать, что я пью как-то много, но когда были праздники, я позволяла себе выпить то вино, то шампанское, то какие-то коктейли мы делали дома. И день рождения был у Томака, но я стараюсь не пить всякие сладкие коктейли, они мне просто не нравятся, мне от них обычно плохо. Поэтому я предпочитаю что-то такое лайтовое. И я никогда не зарекаюсь, типа там, я вообще не ем сладкое или я вообще не пью алкоголь. Потому что мне кажется, что чем больше ты себя ограничиваешь какими-то рамками, тем больше это давит на мозг. Но сейчас я действительно не пью алкоголь, иногда там немножко красного вина. Для компании или когда мне хочется, действительно бывают такие вкусные вина, что ты пьешь и понимаешь, что это целое искусство. Я вообще хотела бы как-то поехать на дегустацию вин, чтобы рассказали побольше сообщения о том, как разбираться в винах, как их прочувствовать, как их правильно дегустировать. И вообще, с чем, ну как, приблизительно я знаю, с чем подают красное, с чем белое вино. Но абсолютно точно, абсолютно точно это имеет значение, пьем мы алкоголь или нет, и в каких количествах. И еще на праздниках я не высыпалась. И после праздника я посмотрела на себя в зеркало, думаю, господи, боже мой, позвонила к косметологу и говорю, сделайте со мной что-нибудь. Потому что я оказалась такой прям супер уставшей. И сегодня вот я ездила на спорт, вышла и кожа такая прям светится, вся отдохнувшая. И мы недавно катались на санках. Ну то есть я говорю о физической активности, что это тоже влияет, что это тоже имеет огромное значение. И вот мы катались на санках, был мороз, минус 4, минус 6 градусов, тоже разгоняли кровь. И у меня был такой красивый, здоровый розовый румянец, который я, блин, помню только из детства. Сейчас он встречается крайне редко, потому что, ну как-то мало времени пребываем на улице, у нас этот смог. Но даже если там, где мы живем, нас это не особо касается, то есть можно как-то пережить. И есть дни, когда смога нет, то все равно, ну сколько там возле дома походишь? Там нечего делать, деткам скучно, и даже санки надоедают со временем. Вот, иду к косметологу, покажусь вам уже после процедуры. Возможно, я что-то поснимаю, покажу вам, как это все выглядит со стороны. Я вообще не спец в каких-то процедурах, еще в чем-то. Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте меня, я вообще такой просто новичок в этом деле. И я уже как-то отвечала на вопросы по поводу косметолога. Я только начинаю, я не уверена, что я далеко зайду, но действительно я вижу, что после чистки лицо как бы лучше. И, ну, не знаю, пробую разную косметику, и не всегда она прям хорошо влияет на мою кожу. Поэтому лично в моем случае это неизбежно. Если я начинаю сама что-то выдавливать себе, то очень долго остаются пятнышки. Как бы я не до конца очищаю кожу, потом какие-то нарывы. И, короче говоря, лучше раз в несколько месяцев, там, или раз в полгода сходить на чистку, если вы сами не умеете этого делать, и потом не париться. А если вам еще удалось подобрать такую декоративную... Господи, какая огромная машина. Проехала только что. Сантракракова еще не видела, чтобы ездили такие тракторы. В общем, если вы пользуетесь прям такой косметикой декоративной и уходовой, причем неважно, люксовой или бюджетной, которая не забивает вам поры, то вообще огромные счастливчики. Никакие чистки вам не нужны. Покажусь вам потом, когда уже стану леопардом, потому что вся буду в такую точечку. Так вот, через несколько часов кожа успокоится, и у меня будет нормальный такой человеческий вид. Я постараюсь для вас поснимать, правда, мне потом нужно будет поехать за детками, и с ними это не всегда легко, и посмотрим, Томик еще там елку убирает. Короче, если домашние дела не поглотят меня, то я таки включу камеру. Красота просто страшная сила. Уже сделали чистку, несколько пилингов, и теперь в конце еще масочка, которая стягивает поры. И под глазами что-то увлажняющее. Вот смолю масочку, и теперь еще раз попадемся аппаратом. Сыворотка с гиалуроновой кислотой, да, вы говорите? Да, с гиалуроновой кислотой, у меня кожа реактивная, поэтому она от всего практически краснее. Сразу, да, чуть-чуть краснее. Вас не видно, я чуть-чем. Хорошо. Да, рекламирует звезды Галюгу, да, эту процедуру. Как мужчины, так и женщины. Я только что вышла от косметолога, как видите, я все еще похожа на человека. Она смыла мой гель для бровей, но на лице сейчас, как раньше, ничего нет. Есть небольшие покраснения, но это настолько как бы нормально, как мне кажется, выглядит, что я могла бы вот так ходить целый день. Это при том, что мне реально выдавливали всякие там штуки с лица. И еще мы сделали два вида пилингов. Один на основании кислот 20% это были АХ кислоты с разогревающим эффектом для того, чтобы поры все открылись. Дальше была чистка, потом мне под воздействием вакуума вводили сыворотку с витаминами. Ну как, вводили. То есть это поверхностное такое как бы засасывание и поступает препарат. Она так это все распределяла мне при помощи рук. И еще что, мы сделали пилинг на основе молочной кислоты. Немножко тороплюсь, нужно ехать за детьми, потому что это все заняло около двух часов. Еще была маска на основе глины, которая стягивает поры. Также доктор нанесла мне крем и, собственно говоря, на этом конец. То есть, как видите, если хороший специалист, то, в принципе, можно не бояться. Готовлю творожные оладьи и поделюсь с вами рецептом. Они очень нежные и вкусные. Это не совсем сырники. Мальчишки что-то там ругаются, но я все равно постараюсь поделиться с вами рецептом. Нам понадобится 200 грамм творога. У меня он довольно жирный. Ну как, нормальный, не обезжиренный. Просто 3 яйца. Разделяем желтки и белки. Белки нужно будет взбить. Я еще добавлю щепотку соли. И здесь столовая ложка сахарной пудры и столовая ложка ванильного сахара. Все хорошенько разминаем. Дальше сюда кладем 3 столовые ложки с такой горкой обычной муки. Все хорошенько перемешиваем. Объединяем белки с тем, что у нас получилось и будем жарить. Вот такое воздушное тесто должно получиться. Если у вас хорошая антипригарная сковородка, то можете не пользоваться никаким маслом. У меня кокосовое, которое можно использовать для этого. Девочки, это настолько вкусно и нежно. Вот не поленитесь, попробуйте, и вы забудете о классическом рецепте обычных сырников. И подаем с йогуртом или со сметаной, с медом, с ягодами. Это просто нереально вкусно, я вам обещаю. Наконец-то я добралась домой. Томак еще кое-куда поехал с детьми. И видите, что мы уже избавились от елки. Она начала осыпаться, и поэтому мы не выжидали того момента, когда уже будет полный капец дома. Кстати, если вам интересно, как мы вынесли такую огромную елку из дому, мы просто открыли балкон, и муж потом протянул ее по газону. У нас открывается там часть забора, и он все это добро выставил на улицу. И у нас тут каждую неделю приезжает специальная мусорная машина, которая забирает именно елки, всякие новогодние украшения. Я была в Заре Хоум, там мои покупки. Собираюсь для вас снять отдельное видео после распродаж. И сейчас хочу тут кое-что поменять. Звезды пока что мы оставили, так как они прикольно смотрятся. И вот это украшение тоже уже осыпается. Я сейчас выброшу его, заберу какие-то там детали. И хотела вот вам еще показать, что мой муж получил в подарок от своей мамы. Почему она открыта? Может, проветривается? Подождите, потом будет ругаться. Как Томак сказал, это лес в банке. Это довольно популярный подарок. Если бы он был чуть поменьше, то нормально. А теперь так, на пол поставить, ну как-то вроде не совсем прикольно. А банка довольно большая и занимает много места здесь. Масики тоже принесли зимние изделия. Они ходят на керамику, я уже как-то рассказывала. И, конечно, преподаватели им помогают, но все равно очень-очень красивые. Мы все коллекционируем, все храним на видном месте. Заре Хоум и H&M Хоум. Я купила несколько вещей, так как малыши убили подушки. И вот это моя самая любимая новогодняя. Она тоже не доживает до следующего года. Теперь вопрос, где найти вот такие вот штучки? Малыши их поотрывали. Ну, как назло, они прям чувствуют. Они знают, что мне больше всего нравится. И сразу его кряк. Вот эта наволочка из Заре Хоум. Она была в разных расцветках. Вот это просто такая, видите, как бы атласная. Двухсторонняя. И вот эти две из H&M Хоум. А это что за прелести? Не заметила. Ну, вот тебе и масс-маркет называется. Еще ко мне пришла посылка. Не знаю от кого. Ну, точнее, скорее всего знаю. Просто не открывала. Давайте посмотрим. Это что-то красивое. Это, по-моему, брошечки. Керамические. Спасибо большое. Такая. Вот. Очень жаль, что они приехали после праздников. И кто это делает? Красота какая. Ух ты, матрешка. Вот эти малютки сразу остаются наверху. Я буду носить их с рубашками, с шапками с разными, с шарфами. Очень красиво. И так аккуратно все сделано. И очень жаль, что игрушечки приехали ко мне уже после того, как мы выбросили елку. Но они обязательно подождут следующего нового года. Щелкунчик классно. Елочка. Спасибо большое. Я очень люблю подарки, сделанные с душой. Вообще изделия. В Юскере, как там правильно читается название этого магазина, купила мини-скатерть. Разложила. И что я вижу? Край какой-то как будто погрызанный. Или так должно быть? Я даже не знаю. Но так как у нас такой сырой стол, тоже с неровным краем, не все это понимают, но нам нравится. Пусть так остается. Не буду я уже бегать с этой скатертью туда-сюда. Смотрится ничего так. Издалека вроде так и надо. И забираю вот этот подсвечник. Он не отсюда. Здесь у меня подарок. Свечечка. Свечи это всегда хорошо. Теперь попробую открою одной рукой, называется. Вот и свеча из Алтайского края. Представляете? Это одна компания, которая рассылает разные новинки косметики. Она работает с разными брендами. И вот так откроем. Может зажечь сразу. Так приятно пахнет. Эй, то ли я сегодня не в себе, то ли действительно эту свечу не так-то просто зажечь. Поставлю ее здесь. Пусть постоит, а я подумаю. Вот так теперь это все выглядит. И мужчина купил тюльпаны. И они очень неровно стоят. Сейчас буду поправлять, но все равно хорошо, что купил. Могло бы вообще не быть, правильно? Поэтому нельзя говорить мужчине, что еще и не так поставил. Принес, еще и не так поставил. Поэтому пока там Томак занимается, я поправлю втихаря. И все будет окей. И никто не будет обижаться и злиться. О, вот так лучше, красивее. С этой стороны вот такие две подушечки положила. А с этой стороны будут такие две. И в некоторые подушки я положила по два наполнителя, чтобы они были такими плотненькими. И когда начинаешь ими пользоваться, они потом не выглядят такими прям сильно скомканными. И что касается такой более нарядной полускатерти, то в Zari Home, опять же на распродаже, в какой-то там новогодней коллекции или рождественской купила. Вот эту. Она очень плотная. Ее нужно будет хорошо разгладить. И этой мы будем пользоваться не каждый день, потому что, честно говоря, мне немножко жалко. Из Украины нам привезли несколько очень классных подарков. Сейчас рассмотрим. Первое — это книжки для Захарчика. Мы каждый вечер стараемся читать что-то интересное. И уже много-много чего прошло через наши руки. И, в принципе, можно читать с телефона. Но даже для меня это какой-то особый кайф взять книгу в руки. И как-то, не знаю, особая атмосфера, что ли. В общем, я прям настолько рада, что Захар получил в подарок эти книги. Вы себе не представляете. Вот эти Денискины рассказы — это, ну не знаю, такие душевные, такие детские, такие добрые, настоящие истории, что иногда читаю, аж голос начинает дрожать, потому что так трогают за живое, настолько они, вот знаете, искренние. И еще, смотрите, что это такое. Вчера только убирались. Это подарила Валюша. Это невеста моего брата. Самый классный подарок для меня — это распечатанные фотографии. Я вам уже миллион раз рассказывала о том, что у меня с этим беда. И я не знаю, как это сделала Валя. Может, почувствовала, что ли. Но она выбрала те фотографии, которые действительно связаны с такими дорогими для меня моментами. Здесь вот я и с девчонками, с нашей YouTube-бандой, да. Очень здорово, что много семейных фотографий. Здесь я была безумно счастлива, потому что я влюбилась в Париж, и я мечтала вернуться еще раз. И мы с девчонками тогда гуляли, фотографировались. Вот это Томак тогда приехал с работы, тоже такой замечательный вечер был. И вот это недавно было сделано. И вот эта фотография была недавно сделана. Это меня фотографировала моя Настюша, свадьба Наташи, Нафи. Опять-таки поездка в Париж. Наша любимая, вот здесь наша любимая пицца. Это в Киеве, в Париже с кошечкой, это в Хорватии. Я помню, что у меня было здоровское настроение тогда. Игнаша так долго спала, я наконец-то спокойно накрасилась. И даже пофотографировалась. Вот, много таких классных. Это мы здесь катались на велосипедах и взяли в аренду такую тележку. Это мы с Захарчиком на полу вообще делаем отбивные. Тоже здорово так, блин. Вообще класс. Слушайте, это вот действительно самый крутой подарок, который я получила в этом году. В принципе, честное слово. Вот эта фотография крутая. Мы были втроем с малышами дома. Одни дома. Вот. Спасибо еще раз. Вот это настоящее попадание в десятку с подарком. Все. Конец нового года. Томак, правда, звезды не убирает. Но я рада, что мы вернули синий цвет. Красный уже поднадоел. Я запланировала несколько изменений в моей бьюти-комнате. На распродаже в Юске купила интересные такие детали интерьера. И для начала нужно убраться. У меня очень часто здесь такая ситуация. Я вечно что-то достаю, перепроверяю, сравниваю, просто пробую и крашусь в конце концов. Я очень люблю это место в нашем доме. Это вот чисто мой уголок. Тут мне хотелось бы убрать все ароматы, оставить только несколько тех, которыми я реально очень часто пользуюсь. Документы снова на видном месте. Я не знаю, как у меня это получается. Отводить специальное место для чего-то и все равно это не складывать. В Юске я купила цветочки. Подсвечник зеленый. Хочется, чтобы появился какой-то такой свежий зеленый цвет. А с золотом это будет смотреться очень красиво. Очередная новая наволочка. У меня была где-то очень красивая, такая нежно-розовая. Но я уже второй день не могу ее найти. Сейчас сделаю еще один подход. Еще вот такое типа растение купила. Издалека они очень даже неплохо смотрятся. Если вы меня спросите, почему не настоящие, только по той причине, что я забываю за ними ухаживать. Томаш в мою комнату никогда не заходит. И они здесь просто загнутся. Поэтому я купила такие. Очень красивая ваза. В нее я поставлю вот эти цветы. Пока не придумала, куда я поставлю эту свечу. Но она настолько стильная, что, честно говоря, я ее купила для того, чтобы поделиться с вами. Обычно такие свечи стоят очень дорого. В Zari Home, в H&M Home. А тут такая, ну, не совсем маленькая. Она небольшая точно, но очень аккуратно будет смотреться и в ванной комнате. И, так как я сказала, не бьет по карману. И последний подсвечник. Мне он очень понравился. Они были в нескольких цветах. И мне нравится, что он такой не идеальный. Очень красиво будет выглядеть. Это, конечно, уже не декор. Но, может, вы хотите что-то такое, вам будет полезна эта информация. Это, и вы не представляете. Я была в магазине с двумя детьми. Они начали баловаться. И я уже так торопилась, что схватила не те три узора, которые мне хотелось взять. Я планировала три разных тарелочки. И теперь то ли придется поменять, то ли бог с ним. И они, к слову, не такие-то и маленькие. То есть, идеальный размер для какой-то овсянки, для творога, с фруктами, с ягодами. Ну, что вы там запланируете? Даже для стартеров и для деток. Ну, деткам, наверное, хочется что-то повеселее. Короче, мисочки хорошие, но не такие по цвету, как я хотела. Ну, то есть, узор не совсем такой. Ладно. Что-то пошло не так и немного обидно. У меня был горшочек к языке, вот этот золотой. Я планировала все это поставить вместе с какой-то красивой свечой. Не тут-то было. И теперь интересно, искать новый горшочек или возвращать цветок. Надо подумать. Можно потратить столько бензина, что вообще как бы невыгодно. Здесь тоже не совсем так, как мне хотелось бы, но на данный момент пусть остается так. У меня уже были цветочки из Икеа. Причем они так связаны, некрасиво все это смотрелось, когда отдельно были розовые цветы и вот эти. Поэтому я аккуратно поснимала вот эти розовые цветочки и просто вставила их в букет. И вот эта свеча слишком большая. Нужно подождать, когда она немного сгорит, и тогда будет нормально. А вот это у меня свеча из нашего такого как бы веночка, который мне делала моя зрительница. И он обклеен настоящим эвкалиптом. Нужно следить, чтобы эта свеча полностью не сгорела. Но я не люблю, когда свечи прям такие, знаете, идеальные. Я люблю, когда уже течет воск, когда уже видно, что их кто-то зажигал. И да, не знаю, как вам, а мне нравится такая натуральная композиция. И с этой стороны должны были стоять любимые ароматы, но они все настолько разные по цветам и по форме. Поэтому то, чем я реально пользуюсь, я сейчас спрятала в свой шкафчик и буду доставать оттуда. Не знаю, насколько это будет удобно. И оставила тоже такой, знаете, в скандинавском стиле. По-моему, это шведский бренд, между прочим, Byredo. Они красиво смотрятся все вместе. Пусть вот так побудет. Меня очень вдохновляет то место, где я работаю. Для меня прям очень важно, чтобы были какие-то мелкие детали, которые доставляют мне удовольствие. Подоставала свои нежно-розовые подушки, точнее наволочки. Удалось их найти. И мне нравится сочетание спокойного зеленого и бледно-бледно-розового. Между прочим, в одежде это тоже смотрится красиво. На этом мы будем прощаться. У нас 12 часов ночи. Надеюсь, вам было интересно, вы получили вдохновение. Пока-пока. Хорошего доброго вам дня. Продолжение следует...